Особую любовь Екатерина II питала к изумрудам. С их помощью она подчеркивала императорскую власть и престиж. Своё увлечение брошенными камеями она шутливо называла каменной болезнью. Как-то в письме к одному из французских просветителей она писала «Моя маленькая коллекция резных камней такова, что вчера четыре человека с трудом несли две корзины с ящичками, в которых заключалась едва половина собрания. Вы избежание недоразумения знаете, что это были те корзины, которых у нас зимой носят дрова». Камея с профилем вырезана на колумбийском изумруде одно из уникальных украшений Екатерины II. Ведь изумруд – очень твердый камень, и мастеру пришлось немало потрудиться, чтобы изготовить эту камею. В подложке из опала приклеена пластинка черного оникса, на которой лежит изумруд. Глубокий зеленый цвет камня красиво оттеняется чернотой оникса. Портрет императрицы окружает 50 бриллиантов подушковидной огранки. После революции большевики продали украшения из алмазного фонда ценителю искусства Норману Вейсу, который приобрел их оптом на вес почти 10 килограмм. В 1927 году оборотистый купец перепродал 124 украшения, которые были выставлены на аукционе Кристис под лотами драгоценностей государства российского, в том числе и брошь камеи Екатерины II. Брошь приобрел неизвестный покупатель, после чего следы украшения теряются. О других императорских украшениях из натуральных минералов можно узнать на моем канале. Не забудьте подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok